МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас. Это программа «Здоровый смысл» в студии Алексей Вербицкий. Для чего нужен общественный совет при МВД в Первоурайской? Какие задачи он перед собой ставит? И почему один из острых вопросов на контроле – это вопрос наркомании? Сегодня предлагаю это обсудить. У нас в гостях Рустем Нурулин, заместитель начальника полиции по охране порядка и председатель общественного совета при ОМВД Первоурайская Михаил Махнёв. Уважаемые гости, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я бы еще хотел начать. Рустем, вопрос к вам. Общественный совет при ОМВД. Для чего он нужен? Какие задачи у него? Согласно указу президента 2011 года при ОМВД по всей России создан общественный совет, который является как для помощи соединенным сотрудникам ОМВД, и также для помощи гражданам. То есть это я правильно понимаю, некое такое связующее звено? Ну, просто в моем-то понимании как? Есть граждане, жители, первоуральцы, которые, что случилось, могут просто позвонить в полицию, ну и там им либо помогут, либо не помогут, в зависимости от сути проблемы. Общественный совет-то для чего? Михаил, я вот вас тогда спрошу, задачи какие все-таки? Абсолютно было верно подмечено, что общественный совет — это связующее звено между правоохранительными органами и гражданами. Мы пытаемся со своей стороны наладить вот эту взаимосвязь, понимание как граждан, работы, сотрудников, так и наоборот помочь сотрудникам, чтобы они могли лучше контактировать с гражданами. Ну и, конечно, задачи, которые мы ставим у общественного совета в данный момент, это, конечно же, борьба, противодействие распространению, употреблению наркотиков. В дальнейшем мы планируем еще вести большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. В целом общественный свет — это вот такое вот нужное звено, которое берет на себя вот эту ответственность. Хорошо. Рустамин Ильич, ну вот что касается проблем наркомании, да, раз уж мы на эту тему говорим сейчас, а в чем заключается профилактика наркомании со стороны полиции? Профилактика употребления наркотиков, профилактика распространения наркотиков. Я не знаю, где больше вот акценты здесь расставлены, да, в вашей деятельности профилактической, я полицейских имею в виду. Наркомания на данный момент является болезнью для всего общества, с которой сотрудники полиции борются и проводят профилактические мероприятия. Проводится работа участковых, сотрудников ПДН, с родителями и самими несовершеннолетними. Ну, то есть это уже тогда, когда в поле зрения попали полицейских, те или иные там подростки, те или иные семьи происходит тогда? Ну, да. Во-первых, это проводится с теми, кто уже попал в поле зрения, ну и с их сверстниками, также совместно с обществом общественного совета. Михаил, вы, я знаю, ездите по школам, да, и вместе с полицейскими в том числе. Вот почему вы выбрали такой формат именно лекций каких-то, да? Ну и сразу спрошу, а нет ли такого, скажем, внутреннего сопротивления у тех же школьников, подростков, когда, ну, к ним приходят, да, вот, извините, какие-то дяди и начинают им рассказывать, что можно, что нельзя, и вообще учить их там жизни, грубо говоря. Вот чувствуете ли вы это? Или все-таки проходит все иначе? Действительно, сейчас ведется очень большая работа по общению с молодежью. Это школьники, студенты учебных заведений. Деятельность очень нужная сама по себе. Мы видим, во-первых, общественный совет, он состоит из различных людей, из различных сфер деятельности. Это и спортсмены, и общественники, и даже медики, которые, ну, знают эту историю и всю проблематику изнутри. Вот прошедшее мероприятие, которое мы успели провести в общественном совете, оно происходило в формате, в каком мы пригласили также поучаствовать главу городского округа Игоря Валерьевича, и также принял, отозвался очень активно начальник МВД, это Вячеслав Сергеевич. Вот, и, конечно же, был протест у некоторых студентов, что люди приходят, пытаются чему-то научить, но это не просто люди, это уважаемые люди, первые люди, они не пожалели времени, в первую очередь. Они пришли и уделили время, чтобы донести очень важную информацию. Профилактика, она лучше, знаете, как сразу предостеречь, да, проблему вот эту, чем потом разгребать и справляться, бороться непосредственно. Лучше предупредить, чем лечить, да. Абсолютно правильно. Отзыв есть все-таки какой-то, вы чувствуете, что есть результаты, что это работает вообще, в принципе, вот эта профилактика? Однозначно отзыв есть у школьников, у студентов, они тянутся. Очень приятно, что к общественному совету относятся именно как к таким же людям, гражданам, которые не пришли для галочки, они не пришли, потому что им сказали. А это действительно наша инициатива, донести важную информацию и пообщаться примерно на их даже порой языке. Ну и в целом есть положительный отзыв. Какая альтернатива есть употреблению наркотиков в Перу-Уральске? Чем заняться-то молодежи, чем заняться подросткам вообще? Да, это тоже одна из тематик, которую мы пытаемся донести в рамках вот предостережения употребления и распространения. У нас город Перу-Уральск, он очень активно развивается. У нас множество вариантов досуга для детей, начиная от спорта. Спортивных секций в городе очень много, как платных, бесплатных. У нас очень много творческих направлений, образовательных направлений. И достаточно широкое распространение вот этих всех направлений. Плюс любое учебное заведение, практически, наверное, все, они проводят какие-то дополнительные занятия. То есть даже не нужно никуда ходить, можно оставаться, грубо говоря, в школе на продленку, на какие-то доп. занятия. Мы проводили такой же опрос, делали даже маленькую рекламу самим учащимся. И мне даже понравилось, вот в моменте общения, одна из девочек говорит, что я вот занимаюсь вообще шитьем. Я спросил, где ты занимаешься? Я дома занимаюсь. Даже так. Мама или бабушка, кто обучает? Я, говорит, по интернету учусь вязать. И это тоже классный акцент, что сейчас время инноваций. И когда достаточно открыть компьютер, ноутбук, и можно научиться, в принципе, всему, что захотят сами ребята, чем они захотят увлечься. И даже далеко эти не надо. Я начинаю со слов «ребята видели сейчас», какая классная деятельность программирования, создавать игры, программы, сколько им платят. И это все можно уже заниматься дома, изучением. Главное, уделите время для этого. Ну и вообще, в целом, моя рекомендация для предостережения. Очень важно детям занять все свое время свободно. Когда они будут заняты, не будет желания, мысли заняться чем-то плохим. Хорошо. Рустамин, к вам вопрос. Мне вот кажется, что многие просто недопонимают. Это опасность наркотических средств тех же. И вы общаетесь с молодежью, вы общаетесь с подростками по роду своей деятельности. Вот такой вопрос простой вроде бы, но с другой стороны. А может ли вообще привыкание и опасность быть вовлеченным в эту среду употребления наркотиков возникнуть вообще моментально и с первого раза, допустим? Вот та же привычка к наркотикам. Это так бывает? Наркомания – это изначально является болезнью. И при употреблении наркотических средств, при первых случаях, как считают граждане несовершеннолетние, что это легкий наркотик, оно является с первого раза привыканием с последующим увеличением дозы и зависимости от количества употребления. Вообще, есть же такая фраза, что легких наркотиков не бывает. Если говорить об ответственности в целом, об уголовной ответственности, например, за распространение наркотиков, я просто знаю эту статистику, хотя бы приблизительно, я знаю, что там практически половина тех, кого судят за распространение наркотиков, это и есть подростки. Если это не так, вы меня поправьте. Так вот, какая ответственность существует за распространение наркотиков? За хранение и распространение наркотиков существует как админициативное наказание, так и уголовное наказание, в зависимости от количества наркотического вещества, психотопных средств. При хранении более значительных количеств существует до пожизненного заключения. Минимум заключений начинается от 3-3,5 лет. Лишение мест свободы. За распространение, соответственно, еще строже может быть и нижний порог, тоже больше ответственности. Да, за распространение и при увеличении других сроков, сроки увеличиваются, ответственность гораздо больше. Если говорить об употреблении наркотиков непосредственно за употребление, существует ответственность? За употребление существует ответственность административное законодательство. При оформлении за употребление потом назначается именно лечение от наркотического зависимости. И при отсутствии от этого лечения также граждан привлекают к ответственности по данному факту. То есть, изначально, если человек, гражданин употребил наркотическое средство, его попался в органы внутренних дел, его привлекли за данное употребление. После данного принятия решения назначают лечение данным гражданам. Рустам Милович, а есть статистика преступлений, связанных именно с наркотиками по Перворайску, если есть? Расскажите, пожалуйста. За 12 месяцев 2022 года на территории обслуживания города Первоуральска выявлено 260 преступлений по различным, по употреблению, по хранению наркотических средств. Чашких, особо тяжких, это именно захоронение и сбыт 178. Фигурантных 130, сбытов 149. Фигурантов это где-то, да, извиняюсь, перевел фигурантных, это где есть уже конкретные определенные. Да, есть конкретные лица, которые привлечены к уголовной ответственности. На данный момент в производстве находятся 70 уголовных дел, из них 121 раскрыто за 2022 год. Тяжких, особо тяжких 52, это где именно привлечены к ответственности граждане. Как определить все-таки, что человек употребляет наркотики? Ну, по каким-то, может быть, внешним признакам это можно определить? При употреблении наркотических средств, естественно, у гражданина меняется цвет кожи, изменяется, уширяется или сужается зрачки глаз, меняется речь. Может находиться в состоянии, вернее, даже не может, а находится в неадекватном состоянии, в зависимости от обстановки. Может смеяться, может, наоборот, реветь или что-то, что не подходит для действующих. То есть реакция, которая не соответствует поведению, которая не соответствует внешней среде событий. Я понял. Что посоветуете? Ну, к тому же, например, подростку, вот чего ему делать, если к нему там поступают такие предложения, да, или на улице пристают, предлагают все-таки попробовать наркотики, чего тогда делать? Изначально нужно выбирать окружение, такое окружение, которое не могло бы сделать предложение употребить запрещенные средства, либо, как они сейчас пытаются, что-то слабые наркотики, слабых наркотиков не бывает. Ну и, конечно же, это большая работа именно в семье, родители, чтобы проведили беседу, однозначно давать сигнал. Нужно это все сразу же пресекать. Все сигналы, они, конечно, носят характер анонимности, начиная там родителям, преподавателям, ну и вообще старшим, тем, кто могут оказаться, потому что порой бывает даже страшно сообщить куда-то в органы, ну, дети они такие. Вот, а вообще даже есть классный такой момент, лайфхак, сразу с ребенком говорить, что пускай будет легенда, что у меня аллергия на любые лекарства и прочее. И, как правило, люди, которые предлагают, они понимают, что чем-то плохим это закончится. И бывают ситуации, когда прижимают детей и вот так чуть ли не насильно заставляют потреблять. В принципе, это как один из вариантов выхода. Я вас благодарю за беседу. Спасибо вам большое. Спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова